Игромания представляет Три месяца назад Armored Warfare проект Армата вышла в свободное плавание. Открытый бета-тест продолжается и не собирается закругляться. За это время к игре присоединилось уже больше миллиона человек в поисках новых ощущений от танковых арен. Чем привлекает внимание игра мы уже рассказывали в предыдущем видео. Современная техника и манера ведения боя, иная динамика сражений, ПВЕ-миссии вдобавок к ПВП и много чего ещё. Но самое главное — разрабатывает игру компания Obsidian. Та самая, которая известна своими ролевыми играми. Neverwinter Nights 2, вторым Котором, Fallout New Vegas, а если покопаться в истории, то и самыми первыми двумя Fallout'ами. И тут вдруг танки. Мы отправились в Калифорнию в город Ирвайн, где расположилась штаб-квартира студии, чтобы разузнать всё из первых рук. И, конечно же, первым делом спросили, как разработчикам работает над столь необычным проектом. Armored Warfare — это мой первый опыт в ММО, как и у большей части нашей команды. Но мы пригласили ребят, которые знают толк в ММО, и которые помогли нам сделать столь замечательную игру. Нас спрашивают, ребята, вы делаете хардкорные ролевые игры, но танки? А мы просто увидели сходство. Пока мы делали ролевки, мы научились работать с характеристиками персонажа, прокачкой, выведением баланса, и все эти знания отлично применимы к танковым сражениям. И вот мы запустили масштабную такую игру. С клиентом, с поддержкой, в которую в любой момент времени играют как минимум 50 тысяч человек. Это был невероятный опыт, и я чертовски горд, что у нас получилось. Да, наша компания знаменита своими ролевыми играми, но, знаете, мы вообще-то тоже люди. И мы любим играть в самые различные игры, в том числе и в танковые экшены вроде World of Tanks. Поэтому, когда нам подвернулся шанс сделать такую игру, мы ухватились за нее обеими руками. Хотя проект Армата был и остается сетевым боевиком, где игроки сражаются друг с другом, есть тут и PvE-режимы. Они выглядят совсем не так, как обычные потасовки. В них есть особенные цели, брифинги, дополнительные задания. Наконец, PvE-миссия — это полноценный кооператив для малой группы играющих. И по совместительству он помогает новичкам сообразить, что к чему в Armored Warfare. Если вы совсем новичок, не играли ни в War Thunder, ни в World of Tanks, начинайте с миссии PvE. У них настраивается сложность, и на вас не давит человеческий фактор. Вы играете против ботов. Постепенно, в удобном темпе, учитесь всему, прежде чем выйти в PvP. Потому что там как раз игроки умелые. Они и покарать могут. Обсидиан знает толк в сильном сценарии. И вопрос с сюжетной кампанией давно обсуждается в кулуарах студии. Но дело до него так и не дошло. Сначала, и это очевидно, нужно проработать геймплей. А теперь, когда Armored Warfare успешно работает как танковая арена, можно задуматься и о цельной истории. Но уже сейчас в игре есть сеттинг и некоторые намеки на персонажей. Поставщики техники, командира операции. Тайсон Кристенсен, ведущий дизайнер контента, поделился кое-какими соображениями на этот счет. Думаю, вовлечение в сюжет не будет обязательной частью игры. Мы просто будем добавлять новые детали истории мира. И при желании, игроки смогут его исследовать поглубже. Впрочем, мы действительно хотим добавить кампании в режиме PvE. Например, особые сценарии, которые можно будет разыгрывать каждую неделю. И, конечно же, территориальные войны в эндгейм-контенте. Но не просто так, а осмысленные. Чтобы игроки понимали, за что воюют. И взаимодействовали друг с другом в рамках сюжета. Кстати, один из самых популярных вопросов от публики — а будет ли в игре любовная линия? А то Obsidian на них собаку съели. Может, сумеют и к танковой арене что-нибудь приспособить. Но пока разработчики предпочитают отшучиваться. Ага, вот закончатся у нас танки для моделирования. Придется выдумывать что-нибудь еще. Ага. Танк-мальчик и танк-девочка, которые очень сильно любят друг друга и завели деточку танка. Про «когда у нас закончатся танки» Obsidian, конечно, лукавят. Не закончатся. Моделлеры постоянно работают над новыми машинами и непрерывно доводят до ума старые. Даже самый жалкий болтик не избежит установки по адресу. Все, что я делаю, позируется на реальных изображениях. Вот я смотрю и считаю, сколько тут болтов. И говорю, нет, вы один пропустили. А вообще на мониторе сейчас форум. Через него мы общаемся с сообществом любителей техники. Они присылают какие-нибудь материалы. Я делаю на их основе модель и показываю им. Порой на одну машину уходит аж 4 месяца. Техники в игре множество, и её число растёт день ото дня. Как вы уже наверняка знаете, все боевые машины разбиты на 5 классов. Это основные и лёгкие танки, боевые бронированные машины, истребители танков и, конечно же, артиллерия. У каждого из классов свои задачи, и все они равноценны в бою. Нет такого класса, который был бы слишком слабым или слишком сильным. Кто не богат бронёй, берёт своё манёвренностью. Благодаря богатой кастомизации роль любой машины можно изменить, когда захочется. Болезненный вопрос матчмейкинга пока удаётся решать без шума и пыли. В одном бою не сталкиваются машины с разницей более чем в два уровня. Obsidian всё время следят за статистикой и не допускают никаких перекосов. Кроме того, на команду приходится максимум две артиллерийские самоходки, чтобы не кричали потом «Эй, там, наверху! Понерфите арту!» Вот таблицы, которые мы используем для российского сервера. Смотрите, вот рейтинг побед и поражений для каждой из машин. Вот рейтинг по ПВП, по ПВЕ на нормальном уровне сложности, по ПВЕ на сложном. Мы изучаем сумму побед и поражений, изучаем, сколько репутации получает игрок в среднем. Здесь, например, ниже среднего. На одном сервере машина может доминировать, а на другом — нет, потому что игроки со временем вычисляют слабые места. Какая машина популярнее всего в России? Судя по всему, это Т-62 — основной боевой танк третьего уровня. А вот ПТ-76 — почти такой же популярный, и М-113, тоже недалеко от них. А что на американских серверах? А давайте взглянем. Так, Леопард весьма популярен. Т-62 тоже. Похоже, Т-62 и здесь победил, хотя Леопард почти его догнал. Сейчас до публичного тестового сервера игры уже добралось обновление 0.12, где разработчики добавили новый режим обучения, доработали ПВЕ-карты и, конечно, завезли ещё техники. Из других интересностей апдейта — гвардейский статус. Если добавить эту опцию к своему любимому танку, то он принесёт больше репутации денег после боя. Что-то вроде премиум-танка. В далеко идущих планах, не связанных с ближайшими апдейтами, добавить в Armored Warfare возможность просматривать схемы бронирования, чтобы вычислить сильные и слабые места не методом пробы ошибок, а наглядно. Ну, вот над чем мы работаем, например. Сейчас в игре, если в вас попадают, то видите вспышку на весь экран. Но мы хотим, чтобы вы получали больше информации. И вот, смотрите, когда этот вот танк стреляет и попадает, то здесь видно красное пятнышко вверху, которое показывает направление атаки. Таким образом, ему будет проще сориентироваться, откуда по нему стреляют. Игра продолжает развиваться, и чем дальше, тем сильнее выделяется в нише танковых арен. Впрочем, её и так уже ни с чем не перепутаешь. Скажем, здесь совершенно другая система скрытности, где учитываются и манёвры, и стрельба. Понятно, что грохот пушки и вспышка от выстрела должна выдавать местоположение техники. Но так как война у нас современная, можно воспользоваться активным глушителем. Актуальная вещь для противотанковых самоходок. Включайте его и на несколько секунд снижайте вероятность того, что вас обнаружат. А вот, скажем, артиллерия всегда себя выдает громкими бабахами, и просто так окопаться в уголочке уже не получится. Всякий раз, когда вы будете проявлять активность, вражеские артиллеристы легко вычислят, откуда летят чемоданы и поспешат принять меры. Если же совсем не уходить с места, то после трёх выстрелов все точно узнают вашу позицию. Тонкая настройка скрытности особенно важна. В будущем могут появиться новые классы техники. Например, эвакуационные машины и даже, о ужас, ракетные системы залпового огня. Проект армата с течением времени всё сильнее отличается от усреднённого жанрового стандарта. Например, в какой ещё танковой игре есть не только ПВЕ, что само по себе редкость, но и запланированы ПВЕ-боссы. А можете кратко обрисовать, чем отличается ваша игра от ближайших конкурентов. В первую очередь действительно ПВЕ. Это одно из самых существенных отличий. ПВЕ, современная техника, новая механика, дымовые гранаты и противотанковые средства. К примеру, это совсем не то же самое, что обычные снаряды. Их можно бросать из укрытия. Это даёт сильные тактические преимущества. Ещё мы скоро запустим онлайн-механику строительства базы. Игроки смогут создать и развивать собственную базу. Это ещё один долгосрочный проект. Современная техника и её особенности очень сильно влияют на тактику боя, с какой стороны ни взгляни. Активная броня позволяет наглеть и без опаски показываться на глаза противнику. Один-то удар вы гарантированно выдержите. Так отчего бы не позволить врагу его нанести и тут же контратаковать с выгодной позиции. Ракетное вооружение, напротив, заставляет нервничать даже толстого противника, который вдруг наскочил на легковесный ракетный броневик. Многие светляки в армате жалят «не слабее тяжей» и с этим приходится считаться. Более того, роль самих светляков может исполнять и артиллерия, способная стрелять осветительными снарядами. Вместо того, чтобы лезть на рожон, можно просто обкидать ими позиции противника и прекрасно всех обнаружить, а самим спрятаться в густом дыму. Что касается монетизации, то её сделали максимально мягкой, без премиум снарядов и других искусственных ограничителей. В основном местное золото тратится на премиум статусы и на премиальную технику, которые, надо отметить, совершенно не гарантируют абсолютного превосходства над соперником. Со стороны, при взгляде на Warlord Tanks, War Thunder и Armored Warfare, может показаться, что это одно и то же. Ничего подобного. Я играл в Warlord Tanks, и он мне нравится, но это совсем другая игра. Другие правила — другой процесс. И у меня есть за что любить тот же Warlord Tanks. Но вот Armored Warfare я люблю за современную технику, которой в Warlord Tanks нет. У нас можно водить танки, похожие на те, с которыми я имел дело в армии. В Armored Warfare можно поездить на приличной скорости, пострелять ракетами. В других играх ничего подобного нет. Такие вот мысли и планы варятся в недрах Obsidian, которая совершила решительный разворот и пробует себя в неожиданном для игроков жанре. И, кстати, это совершенно не значит, что они оставили работу над ролевыми играми. Но зато теперь мы знаем, что от студии можно ожидать любых сюрпризов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова